Я рождён с душою пылкой, Я люблю с друзьями быть, А подчас и за бутылкой Быстро время проводить. Я не склонен к славе громкой, Сердце греет лишь любовь. Лирый звук, дрожащий, звонкий, Мне волнует также кровь. Но нередко средь веселья Дух мой страждет и грустит. В шуме буйного похмелья Дума на сердце лежит. Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Москва, Савеловский вокзал. Ой, здесь опять совадьбы, красотища. Вот, ну а я иду на почту Отправить очередной брелочек Евгению Графу В Ханты-Мансийский автономный округ. Друзья, уезжает очередной наш брелок. Не забывайте про брелочки. Их осталось, по-моему, восемь штучек всего на все. О, а сегодня воскресенье. Ха-ха, ну, Санек, ну, Санек. Выходной. Воскресенье. Ну, ладно, Евгений Граф. Жди понедельника тогда. Вчера я забыл брелки взять. Сегодня я забыл, что в воскресенье. У канала ТВ Майястр нет выходных. Давайте, ботеньки, тетю. С утра Ухач, ко вечеру Махач. Ха-ха-ха. Какой замечательный драндулет. Девчонки, не забывайте адрес. В итоге это дом 17 или дом 21. Давайте уже два с половиной года мы ходим в эфире мимо этого здания. Я хожу мимо этого здания более 15 лет. И почему-то я всегда думал, что это дом 17. А давайте мы уже, наконец, с вами посмотрим. Дом 17. ЗАГС номер 4. Дворец брак-сочетание на Бутырской. О, знакомые сидят. Так, ну, на почту лоханулся я. Че, носовок, пойду с ребятами поздороваюсь. Бристоль, зашел. Купил бухануть. И чекушечку купил. На всякий случай, может, кого-то похмелить. Ой, какая. Похмелить кого-то. Ну, пока говорить не буду им про чекушечку. Если у них все нормально, значит нормально. Вот какой-то бедолага сидит. Не знаю его. Потом мне надо найти Валю. Очень срочно есть для нее хорошая информация. Хорошая информация для Валеры. Губы. Ой, губы. Блин. Валера Осьминога. Здрахуете, товарищи. Здрахуете. Здрахуете. Меня все бросили. Знаешь, где очнулся? Кто тебя бросил? За МКАДом, блядь. Ебать. Заебался добираться. За каким хуем ты туда, блядь? Увозили нас на 101-й километр. А, блядь. Гонять надо тебя нахуй туда. Зачку. Значит, вы из Бурятии, да? Я из Бурятии, ага. И вы хотите помочь, увидели Валю, хотите ей помочь? Ну, все землячество хочет помочь, только мы не знаем, ну, где она именно находит, вы знаете, да, где именно на Савеловском вокзале? Извините, как вас зовут? Меня Светлана зовут. Светлана. Вот, значит, такая информация. Она здесь, на Савеловском вокзале, я ее периодически вижу, буквально вчера видел. Вот. Вот. Я с ней периодически разговариваю, говорю, поедешь домой. Ну, вот она то нет, то да. Но вчера вот она говорила, поеду домой. Вот. Но билет у нее стоит, там что-то, 8 с чем-то тысяч рублей. Вот. Я пока не в состоянии такие деньги собрать. Я, может быть, там какую-то часть соберу. Вот. Можно отправить ее домой. Еще у меня есть вариант пристроить ее на время, ну, чтобы она как бы отошла, пришла в себя, чуть-чуть там поработала по хозяйству. Ей дадут денег. Вот такая у меня есть, такой есть план, как ей помочь. Вот второй вариант, мне кажется, лучше, потому что мы посмотрели видео и поняли, что она особо домой и не рвется. Вот. А по поводу билетов в Москве же социальные службы есть и волонтерские целые организации, которые покупают бесплатные билеты. Поэтому, как бы, и так же есть наши представительства, бурятские представительства, республики Бурятия, Иркутская область, Забайканского края. То есть, как бы, не простые люди, а, как бы, им можно перенаправить данные вопросы. Светлана, я все понимаю, что все есть, все, какие-то там организации что-то есть, но мы об этом, во-первых, не знаем, во-вторых, мы занимаемся сами отчасти этим. Вот. И, в-третьих, вы поймите, она сейчас, ну, извиняюсь за выражение, грязненькая, пьяненькая, она никуда, куда она поедет, по Москве, там, в метро, ей будет стыдно, во-первых, вот, в какую-то организацию зайти, да еще попросить, вот, ну, мы можем за нее это сделать, как бы, ну, у нас вот есть вот такой вариант. У меня есть человек, который примет ее на пару недель на работу, она придет в себя, вот, и потом, как бы, он добавит там часть, может быть, что-то, я часть добавлю, если она захочет, мы купим ей билет. Вот я сегодня, буквально, вчера эту информацию получил, и сегодня я сейчас на Саиловском вокзале ищу ее, чтобы поговорить об этом. А, что насчет работы, это самый лучший вариант, конечно, потому что дома, как я понимаю, она не рвется домой, вот, ну, насколько я поняла, вот. Ну, в общем, что, что пока передать землякам? Землякам передать, что появилась возможность устроить ее на работу с дальнейшей покупкой билета домой. Ага, ну, что вот ее обеспечит работой и, соответственно, она зарплату получит и... Не то, что работа, Светлана, вы не поймите, там, ну, не, не какая-то там грандиозная работа. Есть одно место, где она придет, будет готовить, там, на двух-трех человек покушать, там, комнату убрать, вот. Ну, такая вот работа, чисто по хозяйству, по дому, в загородном доме, так скажем. Ага, поняла. И все. Да, и за эти ее услуги человек, хозяин вот этого владения, значит, купит, ну, там, оденет ее в более приличные вещи и купит ей билет домой до Бурятии. Вроде бы она вчера говорила, что, Саш, все надоело, хочется домой уже уехать. Она с Бурятии или с Иркутской? Обычно, ну, Бурятии с русскими фамилиями, как, ой, с русскими именами, как я, обычно с Иркутской мы. Иркутский Буряти обычно. Ну, я точно не помню, откуда. Она откуда-то из деревни, где-то, что-то она говорила, по-моему, 200 километров от Улан-Удэ. А, ну, ну, может быть, Бурятия. Да. Вот, точно адрес, я не помню, откуда она там на самом деле есть. Хорошо, тогда я ваш номер сохраню и через некоторое, ну, не знаю, через неделю позвоню, узнаю, вот, то есть она вообще, как скажем, есть ли шанс выводить ее из запоя, может ли, может, может, мы попробуем поискать и работу, если она, ну, не захочет уехать, еще что-то, вот, ну, то есть, как бы, ну, вот, ну, земляки в курсе и как-то вот... Я понял. Светлана, а подскажите, пожалуйста, где вы нашли информацию о нас? На Ютубе. На Ютубе. Это вам кто-то посоветовал, да, про Валю посмотреть? На этом, калмычка увидела случайно и написала в наш чат землячества, теперь все земляки знают. А, я понял, понял. Очень здорово, что так вот происходит, люди друг друга ищут и помогают. Спасибо вам огромное. Ну, как бы, ее родственников мы можем дальше прокрутить, ну, то есть, знают московские земляки, а дальше прокрутить по земле, ну, по чатам, которые в Улан-Удэ, еще что-то, ну, я поняла, что лучше не стоит, потому что, как бы, может, ей даже, ну, будет неловко, что ее родственники знают. Да, может быть, будет неловко, может быть, как бы, это усугубит ее домашнее положение. Конечно, поэтому мы вот не распространяем вот эти в чаты, которые в Бурятии, ну, только вот в московских вот этих вот чатах наших. Может, перешлют куда-то с московским чатом, это уже я не знаю, но как бы это, как бы на данный момент ее судьбой как бы озадачены именно, ну, земляки в Москве. Я понял, понял, Светлана. Ну, если, давайте я тоже запишу ваш номер, если у меня что-то не будет получаться, тогда мы позвоним вам, и, может быть, вместе мы как-то будем решать этот вопрос. Ага, хорошо. А у вас Александр или Алексей зовут? Александр, Саша. Александр. Прошу, Александр, спасибо вам большое, что, ну, заботитесь о нашей землячке, мы вам очень благодарны. Спасибо, спасибо и вам. Спасибо. Ну, на связи тогда. Пока мы не ищем, ничего не делаем, получается. Ждем от вас информации и дальше посмотрим. Давайте так, я ее сейчас найду, если она поедет, вот, в место, которое мне предложили, значит, значит, поедет, и я вам все равно отзвонюсь и скажу. У вас есть WhatsApp на этом номере? Есть, есть на этом номере WhatsApp. Да, я вам в WhatsApp сообщу информацию, поехала она или не поехала. И второе, значит, если не поехал, я напишу, тогда мы будем что-то придумывать еще. Хорошо, спасибо большое. Да, Светлана, до свидания, всего хорошего. До свидания. Вот так, друзья, наше дело живет. О, Андрея Галуза. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Друзья, смотрите, какая информация. Это мать и его сестра, Андрея Галуза. Так. А кто это нам пишет? Это мать и сестра Андрея Галуза. Вконтакте. Сейчас мы найдем. Окей. Блин. Наталья Грицкевич Галуза. Это сестра, да? Давайте лучше сестре. Вот такой у нас интересный сейчас ролик получится с вами, друзья. Ребята сидят. Женек, Волк и Голливуд Николай. Пока больше никого не видел. Так, что мне надо сделать? Скопировать. Кто-то мне прислал ссылку на, значит, прислали ссылки на одноклассники, мама и сестра Андрея Галуза. Вот я сейчас зайду к сестре. Скопировано. Одноклассники. Поиск. Вставляем. Мы искали, ничего не нашли. Теперь мог. Так, напрямую. А, это ВКонтакте. А, это ВКонтакте. ВКонтакте. А он в однокласснике меня. Татьяна Галуза. Так, сейчас я сориентируюсь. Так, друзья. Ну вот, нашел я, значит, сестру. Вроде бы говорят, что это сестра Андрея Галузы. Сейчас я ей отправлю голосовое сообщение. Сейчас я отправлю голосовое сообщение. Наталья, добрый день. Вас беспокоит Александр. Я знаю, вроде бы это ваш брат. Блин, не пишет, да? Удалить. Так, надо сконцентрироваться. А то э-э-мэ-кр-мр, блять. Фух. Да что ж такое-то, ёбаный чихпых. Да ёб. Что происходит-то? Наталья, добрый день. Вас беспокоит Александр. Я знаю вашего брата Андрея Галузу. Рождённого 7 июня 77 года. Если это ваш брат. Созвонитесь, пожалуйста, срочно со мной. Андрей Галузы находится в больнице. В непростом состоянии. Информацию нам позавчера сказали. Вроде бы живой. Живой в реанимации. Но сегодня уже не говорят нам его состояние. Потому что мы не являемся близкими родственниками. Мой телефон. Плюс 7. 965. 199. 99. 1. 1. Меня зовут Александр. Созвонитесь со мной. Я вам расскажу. Где и как его найти. И поинтересоваться его здоровьем. Спасибо вам большое. Ребят, может быть, что-то не так сказал. Но, блин. Как-то так. Я думаю, маме не будем сообщать. Или сообщать. Не знаю. Спасибо огромное, уважаемый подписчик. За то, что прислал ссылочки. Спасибо большое. Ну, вот такие действия мы произвели. Вот. Сейчас я пойду. Видите, какой у нас насыщенный получился видос. Значит. Андрея Галузы. Нашли родственников. Завалю бурятку. Беспокоятся земляки. Вот. Значит. По поводу. Пробиваю я. В какой дом рабочий отвезти этого. Валерку. Белоруса. Осьминога нашего. Вот. Ну, короче. Сейчас буду работать. Хотел съездить к Крымскому. Там он батарею мне нашел. Ну, опять. Наверное, сейчас завожу эфир. Смотри, сейчас звонили буряты. Тебя увидели буряты в интернете. Ну, ну, ну. Московское сообщество бурятское. Да. Понимаешь, да? Это серьезно. Не-не, это серьезно. Это серьезно. Вот Светлана мне сейчас звонила. Пускай мне билет купить. Послушай, что я тебе скажу. Ну, блин. Все, все. Люди не миллионеры. Люди не миллионеры. Понимаешь? Я понимаю. Вот. Значит, у меня есть такая возможность. В Лобне есть один мужик. Он занимается. У него там надворное хозяйство. Курочки, уточки, гусечки. Ты можешь поехать туда. Поработать. Ну, как поработать, блядь? Вышла зерна, сыпанула, курям. Сварила. Я поняла. Кастрюлю супа для пацанов. Там два-три пацана работают у него. Я поняла. Ты там недельку побудешь или две, может быть, отойдешь, приведешь себя в порядок. По хозяйству пошоршишь, там подмести кровать и заправить. Суп сварить. Курям, курям дай. Он тебе за это купит билет. Если ты не хочешь туда ехать. Не-не, хочу, хочу. Хочу. Вот. Хочу. Если ты не хочешь туда ехать, то мы будем звонить вот этой Светлане и решать по-другому как-то вопрос. Не-не, Светлане ты звонить не надо. Это буряты, забеспокоились о тебе. Ты знаешь, в чем дело? Я знаю. Вот. И этот человек, он тебе купит... Я должна сама вернуться домой. Да. Немножко. Придешь в себя, поработать, хочешь суп свари, хочешь не свари, но желательно сварить, блядь. Не-не, по кушке я умею готовить. Да. Там у него жратвы море, колбасы, сало, мясо, все есть. Яички свои. Самое главное, что... Ну, не свои, а куриные. Ну, не свои, конечно. Славь, я готовить очень люблю. Знаю несколько кухонь. Вот. Поэтому варить я могу. Если ты готова, я ему сейчас звоню. Я к нему все равно сегодня поеду. И ты можешь поехать со мной. И там останешься. Сегодня? Сегодня. А, сначала к бомжику за рюкзаком тогда сходишь. Вот, иди за рюкзаком. Я здесь с пацанами побуду. Звоню Сергею. Мы едем до Лобни. Он нас встречает на машине. Отвезет, привезет. А Санька я с собой могу взять? Никого нельзя. Одну тебя он, говорю. Никаких Саньков. Ничего. Пришла. У него там банька. Помылась, отмылась. А тогда давай помоюсь, отмоюсь. Это хуйня. Да. 20 рублей добавишь? Зачем? Выпить хочу. Перед тем, как ехать. Ну, иди за рюкзаком. А чекушка уже вот она стоит, видишь? Тогда я даже за рюкзаком не поеду. Нет. То есть, хоть ты поедешь в Лобли? Я поеду. У меня здесь все хватает. Я не до вечера с тобой здесь буду бухать. Нет, нет. Ты по 100 грамм выпиваешь, 150, и мы едем. Я сейчас звоню Сергею. Да, и едем. Да. Все, я согласна. Газуй за рюкзаком. Нет. Все, нет. А эту чекушку никто еще не знает. Ее никто еще не видел. Я поняла. Отжасовать ни одной я не смогла от нас ходить. Не надо, чтобы человек рядом был. Санька я с собой беру. Какого? Нет. В Лобнию. Я не знаю, здесь ходить с кем хочешь. В Лобнию я только могу. Нет, нет, нет. Санечка, я с коленой. Это, подожди. Сходить за рюкзаком. Идите. Все. Давай. Давай. Я жду. Я жду. Это я жду. Так, позвоним Быче, где нас делся бульбас, Санек. Какие-то два пришли. Да, ну, братка сейчас. Здорово, Алексей Михайлович. Здорово, Николаевич. Санек, бульбас у тебя? Я только не приходил. Я отечественная рука. Не приходил? Нет. Не приходил и не звонил. Я понял, понял. Ладно, Лех, давай. Позже позвоню тебе. Позже, так. Давай, давай. Так, друзья. Ну, коли уж у нас такое грандиозное видео пошло, позвоним мы и в рабочий дом Ной. По поводу Валерки. Я его не видел сегодня. Нету его здесь на пенечке. Вот. Где он, не знаю, но... Женщина предложила там помощь, помочь ему. Наша подписчица. Сейчас позвоним. Здорово. Так, нажать один-два. Ну, давай один нажмем. Валеркин пенечек. Так, вызов завершен почему-то. А почему завершен? Не пойму. здравствуйте молодой человек такая ситуация человек на вокзале вот очень долгое время прибывает и он согласился согласился поехать в рабочий дом вот но он не совсем дееспособны у него одна рука такая с травмой вот то есть он на таких на больших на объемных работах работать не может если только там по дому какие-то легкие работы производить мы 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 вот себя но это разговор с ним я просто имею ввиду это же от ноя телефон ну вроде бы я знаю что есть у вас вот такие дома где не совсем дееспособные люди ну вот мы можем его туда определить мы от себя бы там посадили его на такси оплатили такси и отправили бы его туда алё алё не алё алё вот так друзья но в голосе слышно что во первых с ним он хочет поговорить отчет с ним разговаривать человек согласен давайте адрес мы отправим ну и во вторых вот сделал вид что не слышит он меня хотя вот перезванивает алё 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 извините связь пропала в общем ситуация такая что в первую очередь мне нужно с ним поговорить ну поговорить поговорить я сейчас подойду к нему там перезвоним вам вот но вот я понял я понял сейчас я найду и мы перезвоним вам я дам ему трубочку да спасибо все идем ищем гульбаша дожидаемся валю и едем в лобню к серёге к крымскому он он нашел у себя в гараже не то что нашел а сказал что есть у него в гараже батарея одна дали меня вот а может не одна вот во вторых он готов помочь вале вот за такую легкую работу сварить покушать что-то убраться что-то там поделать по хозяйству и через неделю-две там сколько она через сколько она придется себя значит он готов ей оплатить поездку домой вот такие вот дела не знаю много мало хейтеры сейчас опять там похуй на этих хейтеров что-нибудь там скажут у нас главное конечный результат ойти-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути ну сходи да блять сигареты понятно сходи за тебе там два шва наложат ёптань там пиздец у тебя какой нахуй само заживет ебанутый что ли блять давайте я эту перекись куплю мы пойдем сиди здесь чай придут блять ебать топором что ли тебя въебали наху блять долбоёб блять операция и блять да зарыпем ну это пиздец надо зашивать нахуй я щас лейкопластырем тебя стяну вот так блять а вообще нужно сходить в этот в трампун и ножницы блять ебать аж это мурашки нахуй бегут да ладно все вы еще раз зашиваете да пиздец нахуй да иди не поленись еб ты шов наложат блять или два пиздец одну сигарету одну сигарету одну сигарету тебе зачем и хуй в третью руку да Валь на жмем покурить сходила ну похмеляйся и поехали заклеил я этому лоб Саше Волгоградскому да стянул вот так лейкопластырем перекиси промыл блять не там сидит я ему говорю сходи в трампун или давай я зашью нахуй иголку обдал обычную про андрюху про андрюху я не знаю вот я нашел маму его и сестру сейчас связываюсь с ними пока ничего ты слушай информацию я пока только нашел сейчас я до них дозвоню мне больше никто не нужен я за него хочу их поймать ну вот сейчас связь поймаются это с родственниками насчет валеры вот это позвонил блять в рабочий дом ну в такой где эти инвалиды нахуй этот мужик говорит из ноя мой мужик говорит надо его чтоб с ним поговорить на а его нету на где он блять есть гугу отправил домой на полпути дома он короче нормально ну нормально да ну пацана дома где этот ослинов и вот купи мне бутылочку пива ёбнули два вина бутылку водки пиво а балтику девятку купи мне бутылочку пивка я не хочу пить эту барматуху азат с утра такая же хуйня она опять похмели блять ну не пиздец не знаю купил вот чекушку никому не показал потому что они уже похмелённые не буду я им отдавать хотел валю похмелить но они надыпали где-то на бутылку вина пусть похмеляются департамент купи баночку пивка ну ёб твою мать ну шо ж такое вот такой видос насыщенный не ожидал я надо было прямой эфир заводить но ничего смотрите друзья видосик ставьте лайкосы комментарии пишите обязательно мнение короче итог какой насчет Вали поинтересовались буряты сообщество бурятское вот но она согласилась ехать на недельку на две поработать прийти в себя и человек ей купит билет домой значит насчет осьминога поговорил телефон у меня есть надо самого осьминога чтобы изноя руководитель побеседовал именно с ним ну волгоградскому лоб заклеил так наскорят вот но это лучше он туда руками постоянно лезет дал ему этих салфеточек промокасок несколько штук это ненадолго там то раньше был лейкопластырь его приклеишь хер отклеишь а сейчас он ой блин какие дамы вот такой итог ну и вот сейчас жду похмелиться отвезу валю на фазенду на фазенду на фазенду и поеду сам за батарею посмотрю может быть еще какие-то найдем договаривались в что я приеду в два в три а время уже четвертый час еще ехать нам час до лобли сорок пять минут ой маму не горюй вот но самое главное по андрею по андрею я нашел нашли подписчики спасибо огромное друзья маму и сестру но я маме не стал писать потому что ну нервный срыв ну и нафиг вот написал сестре сестра помоложе по психоустойчивее возможно вот так что ждем информацию от родственников звонок вернее от родственников дам им информацию какая больница номера пусть звонят интересуются ну и сообщат нам сообщат мне а я сообщу вам что там с нашим андреем вот здесь короче вот этот женек местный который говорит такую информацию что коля лысый откуда-то знает якобы андрея уже из реанимации перевели в обычную палату вот откуда он знает такую информацию не знаю какой-то урод в комментариях сегодня в пять часов утра написал что час назад Андрей умер вот это вот две мысли две мысли для размышления вот а как на самом деле если позавчера он был в тяжелейшем нокдауне так скажем вот ой 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 ну ладно вот такая пока информация значит движухи хорошие положительные у нас по вале по валере осьминогу свяжусь я начну сначала чтобы валера переговорил с руководителем дома затем я свяжусь с подписчицей которая предлагала помощь валере спасибо огромное уважаемая наша подписчица попросила не называть имен явок и паролей не называю но я думаю она поймет о ком я говорю так друзья так ну на этом и завершу я ролик уважаемые зрители самая основная информация есть вот спасибо вам огромное за просмотр друзья спасибо огромнейшее вам за поддержку кстати забыл сказать вчера уже после эфира пришли донаты от надежды ильиничны огромное спасибо вам довольно таки крупные денежные суммы и от Дениса я думаю все поймут кто отсылал огромное спасибо друзья вот ну вот сейчас купил там лейкопластырь ножницы обработал перекись водорода вот эти промокашки короче Саше Волгоградскому вчера кто-то бутылкой розочкой разрезал башку вот ну ребятам здесь чуть-чуть похмелиться купил сигарет туда-сюда вот куда идут наши донаты и сейчас я Валентину билет покупаем едем в Лобню везу везу осьминога не нашел но насчет него поговорил вот по Андрею ждем информацию дальше все большой всем привет огромное спасибо за подписочку друзья поздравляю вас у нас одиннадцать тысяч четырнадцать человек подписаны на канал ТВ Маэстро продолжайте подписываться ставьте лайкосики пишите развернутые комментарии все читаю отвечаю на связи всегда вайбер телеграм ватсап в описании друзья кто желает помочь каналу в описании находится ссылка на донат алертс можете помочь карта сбербанк альфа банк все есть в описании спасибо за поддержку спасибо за помощь спасибо до новых встреч а встреча не за горами съезжу в Лобню может быть на часок полтора включусь с Савеловской в прямой эфир сегодня все всем пока пока Бычкову звонили Беларусь куда-то Санек пропал Бычков опять уже слышно что похмелены все до свидания спасибо за просмотр спасибо за поддержку пока-пока Валер я сейчас звонил в этот в дом Ной они сказали хотят поговорить с тобой ты можешь им конкретно что-то ответить я сейчас номер наберу и поговорим и поговорим набери Саня он свой какой Саня бакс какой набери его да нахуй мне я напрямую звоню Емельяну я с Валерой уже курю с Валерой покурим все ты уже восемь покурил а он вот только подошел я тебе дам сигарет пусть курит отдай ему на 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 теперь будешь блять дурно 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 Валерий Николаевич Кахно К Буква первая Кахно фобили КАХНО Валерий Николаев Кахно, не Кахно, Кахно К буква Первая буква К Первая буква К Вторая А Нет, слушайте внимательно К, А К, Х, Н, О Без В, О последняя Кахно Кахно, понял, все Сколько ли? 53 Ну и да Но у них есть много домов Он же, видишь, не совсем Дееспособный Сухожилия Я знаю, в Николаевском социальном мире Да, и вот туда Ну, там, скажу я Идет, где вы хотите На Союзском вот зале Сейчас едем даже Какой ты специалист? Что ты можешь делать? Даже каскадные водопады Да Которые в русске не может ни в то Вас устраивалось за этим управлением? Да А скажите, у вас есть твой телефон? Нету Телефона нету А сейчас будет Так, да, еще не сядет Да Кажется, да, да Когда сейчас Вы позвониваете Да, да, да Дома Пришающие к вам Я понял Да И Посчитайте Открытие Открытие Я не знаю У вас Да Слушайте А вы сможете залезть На второй ярус Кровать? На второй ярус Можешь залезть? Ну, залезу, мое Могу Могу Передаю Да, я вас слушаю Дело в том, что Молодой человек Дело в том, что Когда вы найдете Ну, подходящий дом Куда его примут Вот Вы мне позвоните Скажите адрес Я его на такси туда отправлю Ну, хорошо Но я просто Прямо сейчас С этим вопросом Да В ближайший дом К Саревовскому Я подвещу Договорюсь О его приеме И перезвоню К вам на телефон Это будет длиться Недолго Можем на 10 Не отходите, пожалуйста Никуда Я к вам перезвоню Я понял Я скину номер Руководителя дома Про смс еще И ему надо будет Пообщаться С руководителем Я понял Понял Так, ну все Все, ждем вашего звоночка Спасибо огромное Валь Как, блядь, пиздануто Видишь, я разговариваю По серьезным делам Блядь